Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня в начале торгового дня фондовые индексы Австралии и Японии сменили вектор и перешли к росту. Отслеживая подъем на Уолл-стрит накануне, идут вверх и фьючерсы на США. Как видим, на рынке акций вернулся умеренный оптимизм, что послужило тому причиной, и как реагируют на ситуацию ключевые валюты, мы рассмотрим далее в нашем видеообзоре азиатской сессии пятницы, 9 декабря. Главной новостью для инвесторов сегодня будет отчет по индексу цен производителей в США. Его важность трудно переоценить, ведь именно украшение инфляции является проблемой номер один для американского Центробанка. Согласно инструменту Xiaomi FedWatch Tool, подавляющее большинство, а именно 79%, по-прежнему считает, что Федрезерв в Соединенных Штатах начнет замедлять подъем ставки уже на предстоящем заседании, которое состоится на следующей неделе. Однако для акционеров не менее важна и другая сторона медали, будет ли этого достаточно, чтобы обеспечить экономике США мягкую посадку. Поэтому любые, даже самые незначительные сигналы вызывают на фондовом и валютном пространствах волны страха или, наоборот, осторожного оптимизма. Вчера таким триггером стали данные по безработице в Соединенных Штатах, которые показали умеренный рост. Они выходят еженедельно и обычно не особенно влияют на ход торгов. Однако вчерашний отчет был истолкован как некоторое ослабление на рынке труда США и как еще один аргумент в пользу менее агрессивных действий ФРС. Пока инвесторы продолжали оценивать перспективы роста и траекторию денежно-кредитной политики американского регулятора, траектория доллара США ушла дальше вниз. Курс американца по индексу корзине валюты аналогов снижается уже третью сессию подряд и в результате сместился на 1 пункт от ценовой линии 105 к уровню 104. В этом месяце доллар США уже потерял 1% и упал более чем на 7% по сравнению с 20-летним пиком у отметки 114.10, который был достигнут в сентябре. В азиатскую сессию пятницы индекс доллара тоже торгуется на понижение в области цены 104.70. Падает и доходность американских казначейских облигаций, также очень чувствительных к перспективам повышения базовой ставки США. Сегодня и для гринбека, и для трежери с поворотной точкой может стать публикация отчета по уровню цен производителей в американскую сессию, но только при условии его повышения. А до тех пор индекс доллара, скорее всего, будет консолидироваться в узком коридоре между уровнями 104.50 и 104.90 и преимущественно на снижение. В ходе сегодняшних торгов курс доллара США падает практически ко всем основным мировым валютам, в том числе и к японской иене. Пара закрылась практически без изменений в четверг и начала снижаться к уровню 136.40 в начале торговой пятницы. Сегодня рынки оценивают не только возможную инфляцию в Соединенных Штатах, но и новости из Китая и Японии. В Китае уровень инфляции упал до 8-месячного минимума. Власти страны заявили об изменении политики в отношении нулевой терпимости ковиду и пообещали содействовать росту экономики. Несколько улучшилось и состояние экономики Японии, что подтвердила свежая статистика за третий квартал 2022 года. На фоне позитивных экономических данных и консолидации слабого доллара США, иена попыталась таки укрепиться ниже психологически важного круглого уровня у отметки в 136 пунктов. Однако пока все это безуспешно. График пары движется очень волатильно в диапазоне отметок 135,70-136,90 и находится там под давлением интенсивных распродаж доллара США. Очевидное восстановление склонности инвесторов к риску ослабило привлекательность безопасной гавани, к которой в какой-то степени можно отнести также и японскую иену. Рост настроений риска и позитивные новости из Китая послужили благодатной почвы для укрепления валют антиподов. В результате курс австралийского доллара попытался пробиться к отметке 0,6800 и достичь самого сильного уровня за последние три месяца. Однако рост австралийца сдерживает возобновившиеся страхи перед глобальной рецессией и неопределенность в отношении Федрезерва США. Да, в самой Австралии, согласно данным за третий квартал, рост экономики оказался меньше, чем ожидалось по прогнозам. Поэтому австралиец, который традиционно реагирует главным образом на внешние факторы, свои аппетиты все-таки несколько снизил. И хотя американец по-прежнему слабеет, курс пары перешел к снижению в ценовом диапазоне 0,6753-0,6802. Не упускает свой шанс и новозеландский доллар. Киеве даже сумел сегодня преодолеть круглый уровень 0,6400. Однако закрепиться на взятой высоте у него не получилось и пришлось отступить на более низкие позиции. В течение азиатской торговой сессии курс новозеландца продвигается уже на понижение в пределах уровня поддержки 0,6368 и линии сопротивления в районе 0,6413. Таковы основные настроения на торгах в азиатскую сессию пятницы. Главный акцент сегодня, безусловно, будет на отчете об инфляции цен производителей в США, а также на данных об инфляционных ожиданиях в США. Поэтому подключайтесь к нашим следующим выпускам и получайте важные данные и аналитику для вашей торговли. Будем на связи!